Ведновчанки Елена Блинова и Анастасия Годова пришли на прием к главе Ленинского городского округа Алексею Спасскому с жалобой на действия ориентатора участка, граничащего с их владениями на улице Первая набережная. Сначала он начал засыпать овраг на участке строительным мусором и выкорчевывать деревья, затем установил оборудование, которое и вовсе сделало жизнь соседей невыносимой. Как это случилось? Вот с этой шума мы же нам стояли. И вновь, и вновь, и вновь. Жители начали жаловаться на нерадивого соседа во всей инстанции. В результате проверок выяснилось, что через участок проходит ручей, а значит он вообще не должен был быть сформирован. Сейчас на месте проводит проверку Межрайонная природоохранная прокуратура. Алексей Спаский также пообещал подключиться к решению проблемы. Эксплодация самого участка под промышленный объект в жилой застройке, ну это новость. Честно говоря, слишком много мороки или хлопот. У нас какой-то слишком проблемный участок, чтобы вот так вот не замечать его и продолжать его использовать. Не очень понятно зачем. У жительницы жилого комплекса «Южная долина» Веры Гавриловой претензии к застройщику в группе компании «РДАЙ». Сначала, говорит, боролись за квартиры. Дома продолжительное время были долгостроем. Теперь за инфраструктуру. В нашем ЖК и во всем микрорайоне вообще нет никакого общественного транспорта, никакого. А детского садика обещанного застройщиком тоже нет, который обещали еще в четвертом квартале 2018 года. И остановка у нас должна была быть на Зеленом шоссе. Это третий квартал 2018 года. И ее так и нет. Из-за отсутствия остановки школьный автобус, следующий из горок Ленинских в 11-ю школу в Купеленке, просто не останавливается у микрорайона, поэтому родителям приходится возить детей на уроки на такси или личных автомобилях. На претензии жителей застройщик отвечает – обязательства свои выполнят, когда построят оставшиеся 20 домов. Только вот Министерство жилищной политики не продлило компании разрешение на дальнейшее строительство из-за многочисленных нарушений сроков сдачи домов. Глава муниципалитета пообещал разобраться в сложившейся ситуации в самое ближайшее время. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно этого.